Всем доброе утро, девочки мои! Начинаю новый влог. Влог, наверное, будет этот домашний, потому что у нас погода сейчас портится. Вчера только днём было плюс 16 градусов. Я по улице прошлась, вчера люди повылазили так хорошо. Но уже к вечеру стало ноль, ночью минус. Сейчас на данный момент минус 2 и начинается уже снежок. Вот, поэтому я сегодня дома и, в общем-то, готовить собираюсь я. У меня есть все ингредиенты для запеканки. Я хочу сегодня сделать запеканку и ещё что-нибудь. Но что, мы узнаем позже, пока ещё я так в раздумьях. Вот, ну что, давайте, сейчас пока утро, пока делать нечего. Я хочу сделать запеканку. Ну, на завтрак она мне не пойдёт, потому что позавтракаю я раньше. Время уже такое, что надо уже позавтракать. Кофе я уже попила. На завтрак у меня будет сегодня мюсли с молоком. Ну, а запеканка пока сделается, пока она остынет, уже на полдник она у меня будет как раз, в самый раз. Так, ну что, давайте приступим, что ли. Походу там что-нибудь ещё поговорим потом. Девочки, выглянула сейчас в окно, но не удержалась. Ну, не могу не показать вам такую красоту. Там сейчас мороз, ветер сильный. Ну, и тем не менее, солнышко выглянуло. И прямо так красиво. Мороз и солнце. Вот, если бы не было ветра, было бы хорошо. Снежок маленький был, но сейчас уже нету. Ну, будем наблюдать за погодой сегодня ещё. Самое первое, когда я собираюсь сделать запеканку, это я беру по полстакана изюм, молоко и манка. Изюм надо залить водичкой, ну, лучше тёпленькой, чтобы оно постояло. В манку добавляем молоко или молоко в манку, неважно. В общем, смешать нужно это всё. Молоко комнатной температуры можно слегка тёплым. И оно должно постоять, немножко набухнуть, минут 10. Всё, ждём. Пока это я отложу и буду готовить следующие ингредиенты. Пока у меня там всё набухает, я ещё подготовила полстакана сахара. Но если у вас творог очень кислый, можно чуть-чуть больше сахара вложить или чуть-чуть меньше, смотрите сами. Я в сахар добавлю чуть-чуть, соль немножечко. И немножко ванилинчика. Чуть-чуть. Всё. Сахар готов. И ещё приготовила я полстакана у меня тут йогурта, можно кефир, можно сметану заменить. Беру килограмм творога. Засыпаю туда сахар, этот весь с солью. Засыпаем туда, наливаем йогурт. Два яйца туда добавим. Теперь берём вот эту манку с молоком, туда тоже отправляем всё это. Девочки, творог лучше брать 5% или 9%. Если брать его нежирным, то получается запеканка суховатая. Я уже пробовала разные проценты. И в общем остановилась на среднем значении. Среднее значение это 5 или 9. Тогда она получится сочная, вкусная. Теперь всё это нужно как следует хорошенечко перемешать. И растолочь, если там есть комочки, их надо раздавить. Чтобы это была однородная масса, чтобы она была не сильно сухая. Если у вас очень сухой творог, то тогда лучше добавить ещё немножечко туда кефира и сметанки. Чтобы масса была у нас не густая. Вот я всё это перемешала. Если вам удобно, возьмите и всё это можете поочерёдно добавлять, размешивать, добавлять, размешивать. Кому как удобно. Яйца можно также с сахаром перетереть сначала, а потом уже добавить. Я уже делаю это много раз, поэтому в принципе мне удобно и так. Так, ну густота у нас в принципе почти нормальная, но я бы добавила чуть-чуть ещё сюда немножко йогурта. Ещё буквально так, пару столовых ложек. Потому что если будет сильно густая, то опять-таки будет запеканка суховатая. Вот, ну всё, комочки я раздавила, всё перемешала. Теперь изюм можно сполоснуть и уже в последнюю очередь мы добавляем изюм. Вот такая вот консистенция, вот она. Не густая, не жидкая. Нормально. Всё, изюм я сполоснула. Добавляем сюда изюм. Изюма также можно положить сколько любите. Можно его вообще не ложить. Я знаю, что некоторые дети изюм не любят. У меня внук не любит изюм. Но я люблю много изюма. Сейчас я делаю это для себя. Поэтому изюма положила нормально так. Всё, перемешиваем всё как следует вместе с изюмом. И можно включить духовку, чтобы она прогревалась. И пока что можно подготовить формочку. Формочку застелить пергаментной бумагой. Всё, у меня всё готово. Ну всё, я формочку обложила бумагой пергаментной. И теперь выкладываем это всё сюда. И хорошенечко вот так уголочки заполнили. Всё, духовка наша разогрелась. Верхний и нижний жар 180 градусов. Ставим на серединку. И пускай выпекается теперь при температуре 180 градусов 50-60 минут. Надо посмотреть. Ну вот и всё. Прошло 50 минут примерно. И запеканочка моя уже готова. И теперь я дождусь, пока она остынет. И только потом можно будет резать. Когда она горячая, резать нельзя. Потому что она может просто рассыпаться. Должна остыть. Девочки, пока моя запеканочка остывает. А я решила выйти на улицу, пройтись до магазина. Мне нравится солнышко, так светит здорово. И идёт лёгкий такой снежок. Видно вам? Ну давайте пройдёмся. А ветер идёт так, попеременно. То ветер подует, то вроде как не очень. Ну вот и всё. Зашла в магазин, хлебушка купила там, кое-чего по мелочи. В аптеку зашла. Купила новый градусник. Нужен он мне. Потом узнаете зачем. На улице, я бы сказала, даже хорошая погода. Ну если вот не этот ветер порывами. Ну вот так-то ничего, нормально. Прям слабенький ветерочек. Слабенький морозец. И в общем, так-то всё нормально, всё хорошо. Вот такая замечательная у нас получилась запеканочка, девочки. Вот с изюмчиком всё. И со сметанкой. Она уже остыла, конечно, хорошо остыла. Время полдника, надо попробовать её. Очень вкусная. Ой, прямо добавку, наверное, захочу ещё. Девочки, решила я сделать на ужин чегуреки себе. Ленивые чегуреки с лавашом. Беру я для этого фарш. Это свиноговяжий фарш. Я его молола сама. Молола я его уже с луком. Вот. Ну и что я сделаю? Сейчас я посолю. У меня соль агудийская. Так, соль. Надо будет попробовать. Соль, перец. Одно яйцо. И добавим сюда стакан воды. Всё это перемешаем. Можно руками. Девочки, не обращайте внимания. У меня клацает вытяжка, а на улице очень сильный ветер. Вытяжка клацает уже целый день. Поэтому я из-за этого не могу прекращать съёмки. Если вам слышно, как она клацает, не обращайте внимания. Вот такой фарш получился. Вот он немножечко такой, знаете, вот как мягкий, нежный получился. Так. И сюда можно добавить ещё зелень. Если вот лук у вас не перемолот, можно просто луковицу мелко нарезать. Обычно так делают на челурики. Но так как у меня лук уже смолот вместе с мясом, поэтому я лук зелёный сюда добавлю и петрушку с укропом. Если хотите, можно положить один лук, только зелёный. Кому-то нравится только петрушка. Я лично хочу положить туда и зелёный лук, вообще зелени побольше, петрушку с укропом. И вот так вот меленько-меленько это надо всё нарезать. Всё, лучок я накромсала. Теперь также меленько порежем петрушку с укропом. Вообще вот этот вот рецепт я ещё ни разу сама не делала. Но мне понравился этот рецепт тем, что здесь мне нужно возиться с тестом, с мукой. Вот это как раз я не люблю. Не люблю я возиться с мукой, с тестом. И вот для таких вот лентяек, как я, такой рецепт придумали. И мне вот очень хочется его прямо попробовать. Всё, теперь всю эту зелень мы сюда отправляем в мясо и хорошенечко ещё раз всё это перемешаем. Ой, а очень как вкусно пахнет прямо, очень приятный запах. Обалденно! Так, ну вот так вот хорошенько сейчас всё это перемешаем и всё. И займёмся лавашом. Я купила вот такой лаваш тонкий. Ещё, девочки, знаете, на видео я смотрела, что берут просто кружочек. Ну, как они вырезают этот кружочек, я не знаю. Я взяла просто свою сковороду. Взяла тарелку по диаметру, которая подходит примерно под днищу. Чтобы у меня как раз ровно два лаваша поместилось на сковороду. Сейчас я хочу повырезать кружочки. Так, у меня получится примерно... Да, на один лаваш два кружочка получится. Мне понадобится значит два лаваша. А может быть и три фарша станет, слушай, не оставался. Так, ну ладно, сейчас поврезаем такие кружочки. И тогда я к вам вернусь. Я думаю, ножом это получится отрезать. Но если что-то не дорежется, может быть, ножницами можно быть. Хотя, режется. Вот так. Ну, из этого лаваша потом его можно будет и так поесть, и что-то с него приготовить. А тут у нас получились вот такие замечательные кружочки. Вот они классные. Хорошо, прекрасно. Так, фарш готов. И вот эти вот кружочки готовы. Нужно еще взять одно яйцо. Еще один важный нюанс. Нужно разогревать сковороду постепенно. На среднем огне масло налить, ну, где-то 100-150 грамм, так, чтобы хорошо так было, нормально масло. И уже когда вот оно разогреется, тогда быстренько слепить эти чебуреки, чтобы они долго не лежали. Так, ну что, начнем. Я буду сразу готовить два. В общем, надо по краю промазать яйцом. Где-то сантиметра два от края. Полностью по кругу. Так, сразу два промажем. Так, немножечко тут свинства развожу. Ну, ничего страшного. Это надо делать все очень быстро, потому что время имеет значение. Так, мясо мы кладем на одну половину. Вот так. Ну, полтора сантиметра от края, чтобы осталось. И размазываем его. Можно руками, кому как удобно. Руками, наверное, лучше чувствуется, да? Так. Делаю первый раз. Хотя чебуреки я когда-то делала, но это было так давно, что просто даже и не вспомнить. Так. Закрываем второй половиной и прижимаем. Хорошенечко края надо, чтобы были склеены. Так, одну минуточку дадим полежать, чтобы они скрепились. Второй теперь делаем. Вообще руками ложить фарш быстрее получается, потому что здесь мы чувствуем толщину, чувствуем, как размазываем. Надо это делать очень быстро. На столе лаваши должны лежать, ну, где-то не больше двух минут, ну, две минуты, три. Потому что через некоторое время лаваш сам начинает лопаться и как бы раскисать. Вот. И в то же время жарить надо тоже. Две с половиной минуты с одной стороны, две с половиной с другой. Тоже не передержать. Вот оно чуть-чуть полежало, минуточку где-то, и уже как бы схватились с края. Так. Ну что, пробуем на сковороду сейчас сюда положить. Возможно, будет брызгать, но это ничего. Так, я чуть-чуть сейчас убавлю, и надо на время поглядывать. Сковорода разогрелась, я поставлю на среднюю, на среднюю мощность. Вот как у нас сейчас получается. Так, за временем следим. Так, надо посмотреть. Почему вот нужно, чтобы не сильный огонь был, для того, чтобы у нас не подгорало сам лаваш, а мясо, чтобы оно пропеклось. Ну, чтобы оно пропеклось, нужно две с половиной минуты. с одной стороны, и столько же с другой стороны. Вот нужно угадать мощность. Так, по моим подсчетам, две с половиной минуты прошло. Поэтому нужно перевернуть. Так. Аккуратненько. Я сейчас подготовлю тарелочку, положу на нее салфетку, чтобы масло у нас впиталось. Так, ну, вроде должно быть уже готово. Вытаскиваем. Ну, вот такие вот румяные получились. Надеюсь, сочные. Ну, пока они будут остывать, все равно сделаю я еще. Вот такие симпатичные чебуречки у меня получились. Сейчас будем пробовать. Так, ну, вроде бы подостыл уже, можно брать в руки. Сейчас разрезу. Я хочу посмотреть в разрезе, как оно там получилось. Так. В разрезе нормально, сочность видна. Вот сок. Так, покушаем. Ммм, вкусный фарш. Вообще вкусно. Девочки, чебуреки очень вкусные. Ммм, обалденные. За уши не оторвешь, не оттянешь. Ммм, вкусный фарш. 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 Лучше вот так. Вкусный. Короче, чебуреки мне очень понравились. Фарш вообще классный. Единственное, что я думаю, что их готовить впрок, наверное, нельзя. Потому что они у меня полежали, ну, в салфеточке, да, потому что масла много, в салфеточке полежали. Сверху я еще салфеточка закрывала, еще ложила. И вот я смотрю, что сам лаваш по себе, он, ну, как бы сказать, может немножко как раскиснуть, что ли, да, от влаги. Поэтому я думаю, что лучше их просто вот готовить сразу и сразу есть. Готовить столько, сколько сразу съедим, чтобы они не лежали. Потому что я, честно говоря, не знаю. Я приготовила, ну, 6 штук я сначала приготовила, и потом у меня осталось еще немножко фарша. Я взяла один лаваш, просто фарш туда положила, получился большой чебурек. Вот. Ну, в общем, 7. 7 чебуреков. И вот, я не знаю, завтра вот они полежат, как они будут. Либо их разложить так, чтобы они не один на другом лежали. Либо, может быть, когда остынут, потом их сложить вместе. Ну, не знаю. Вот этот вариант, я не знаю. Но это будет, надо уже пробовать, метод опроб и ошибок, да. Ну, вот и все, девочки. Вот все, что я хотела приготовить. Я когда еще покупала фарш, я вам говорила, есть задумочка. Вот эту задумочку я держала в голове. Я попробовала, и хочу вам сказать, да, действительно, на самом деле, это быстро. Ну, так как это я делала впервые, поэтому я немножечко повозилась. Ну, при том, что я еще снимала, это все, как бы, дольше получается. На самом деле, если есть фарш, если есть лаваш, все очень быстро получается. Раз-раз готово, все. И не надо замешивать тесто. Так что, могу сказать, гуд, понравился мне рецептик. Надо будет как-нибудь еще повторить. Вот так. Ну, вот и все, девочки. Вот на этом я хочу видео свое закончить, потому что у меня, собственно, видео это было такое, чтобы поготовить чуть-чуть, да. Болтать мы особо здесь, в этом видео, и не будем. Попробуйте. Может быть, кому-то понравятся эти рецепты. Ну, и на этом я хочу видео свое закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Пишите комментарии, пишите свои мнения. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok